Время не стоит на месте. Порой интерьерные решения устаревают, едва добравшись до массового потребителя. И то, что было на пике популярности еще пару лет назад, сегодня уже считается пережитком прошлого или чем-то избитым. О том, какие приемы утратили позиции в дизайне интерьера, рассказала дизайнер. Минус 7. Белоснежные кухни. Как известно, светлые оттенки визуально расширяют пространство. Так почему же некоторые дизайнеры ополчились против полностью белых кухонь? Все дело в отсутствии глубины. Такие кухни зачастую смотрятся плоско и напрочь лишены объема. Все далеко не так плохо, если присутствует разнообразие фактур и полутонов, но непрофессионалу такая задача не всегда под силу. В 2021 на смену All White приходят яркие сочетания. Для небольших пространств общий фон можно оставить белым, но добавить цвета в кухонный гарнитур или, например, фартук. Минус 6. Плитка Кабанчик и Пэтчворк. На смену плитке Кабанчик, довольно часто встречающейся в интерьере кухни или ванной, в этом году приходит однотонная покраска. Также популярностью пользуется вертикальная раскладка плитки без фацета и керамогранит под мрамор. И еще одним пережитком прошлого сегодня считается плитка в стиле Пэтчворк. Заказчики все чаще отдают предпочтение более простым и лаконичным вариантам. Минус 5. Конфликт интерьера с экстерьером. Все меньше людей рискует выбирать стиль лофт для оформления хрущевки или устанавливать панорамные окна в квартире с видом на соседнюю новостройку. Дело в том, что интерьер в соответствии с новым трендом должен соотноситься с окружающей средой. Индустриальный стиль для квартир в бывших фабриках и заводах, шале для загородных домов. Учитывайте экстерьер и саму архитектуру здания, и тогда ваш интерьер будет выглядеть более органично. Минус 4. Стандартные планировки. В связи с пандемией и работой на дому у многих появилась потребность в индивидуализации своего жилища. Реализовать ее помогает отказ от типовых планировок. Владельцы квартир стремятся перекроить их под свои нужды и потребности, такое решение также позволяет расширить функционал жилья. Минус 3. Новая мебель. Тренд на индивидуализацию и экологичность поспособствовал частичному отказу от новой мебели и аксессуаров. Идея умеренного потребления вызвала рост интереса к винтажным предметам с авито или бабушкиной дачи. Все большую ценность приобретают вещи с историей. Минус 2. Натяжные потолки. Окончательно уходят в прошлое натяжные потолки. В большинстве своем они создают давящее ощущение, ухудшают воздухообмен и к тому же урезают высоту помещения. При этом дизайнеры особенно не рекомендуют выбирать глянцевые покрытия. Минус 1. Невнимание к оформлению окон. Стандартные белые пластиковые окна также можно считать антитрендом. Продуманный подход к оформлению окон также важен, как отделка стен или выбор напольного покрытия. Здесь можно экспериментировать не только с цветом, но и с фактурами, например, сделать откосы зеркальными или выбрать подоконник из искусственного камня. Подпишись на канал Филдс, чтобы первым видеть новые публикации. Интересные мнения в комментариях приветствуются, если материал понравился, ставь лайк. Мне было бы интересно узнать вашу точку зрения в комментариях. Подписывайтесь, общайтесь. Продолжение следует...